с его слов то есть получается это савап на казахском сказать это савап то что взял даву она мне говорит постам сина на кинг-казахстан ваке и сын щекаран уйтсен венона джабам уан кун курсит пин осы тибли там болт он ее взял семерми детьми они подписывали все документы допроса задним числом я был тогда поражен я был приведен в шок я не могу понять как может потерпевший находиться в другом городе но в то же время давать параллельно в городе тимиртау давайте да именно показания насчет этого дела кисты тисты типа трогал трогал она нет нет а маленькая девочка вообще она сказала всю не трогал он хотел повеситься он объявил голодовку нас судья не слышит то есть не меня не моего коллегу мы показываем уважаемый суд вы же видите где можно даручить сексуальное насилие над детьми одна из самых неравнодушных тем для обсуждения в казахстанском обществе ранее бывший министр внутренних дел ирланд румбаев кстати осужденный на пять лет условно на правительственном часе в мажолесе заявлял что факты сексуального насилия над детьми увеличились по его данным 60 процентов таких преступлений совершались семейной бытовой сфере 20 процентов насильников это отцы отчима а также сожители их матерей 50 процентов являются ближайшими родственниками потерпевших такие факты обескураживают казахстанцев куда мы катимся сетуют люди радикальные прозападники и феминисты говорят вот оно лицо восточных мужчин традиционалисты же требуют казни насильников но история одного человека которого осудили за якобы сексуальные домогательства к падчерицам ставит под вопрос как данные бывшего министра преступника так и взгляды поверхностных экспертов этого человека зовут уразбек опокашев оказавшись в центре обвинения в сексуальном насилии опокашев получил пожизненный срок и отбывает наказание в черном беркуте но что на самом деле стоит за трагедией почему важные доказательства защиты были проигнорированы и а показания ключевых свидетелей отклонены мы разберемся как исламофобия финансовые интересы могли сыграть фатальную роль судьбе у разбека и ответим почему его семья не теряет надежды добиться справедливости меня зовут опокашев жанель и я бы хотела поделиться своей историей где-то мне хотелось возможно и наложить на себя руки потому что я понимала что я бессильна 24 мая 2023 года суд в карагандинской области вынес решение ошеломившая семью и друзей у разбека опокашева пожизненный срок по обвинению в сексуальном насилии казалось бы еще одно громкое дело и само обвинение настолько отвратительное что оставляло мало места для сомнений но погружаясь в детали видно здесь явно присутствуют противоречия несостыковки и сомнительные обстоятельства весной 2021 года опокашев познакомился с женщиной с которой в последующем заключил религиозный брак она представилась как мать двоих детей однако вскоре выяснилось что она воспитывает семерых несмотря на сокрытие такой важной информацию разбег решил взять на себя ответственность за женщину ее детей когда не только знакомились моим отцом что у нее было всего двое детей девочка была больна она была больна сердечница была и сказала что у нее есть еще дочка то есть на момент знакомства моего отца и и она сообщила что только у нее двое детей после того как дело уж ложь шло к бракозаключению между ними выясняется что на самом деле у нее семеро детей что она многодетная мать что ее муж умер но детали она тоже не уточняла что она осталась одна с детьми после этого мой отец не стал отступаться ну как мужчина тем более религиозной у него были свои понятия в этом плане он все-таки решился до конца заключить не брак и взять ответственность на за детей на себя с его слов то есть получается это сова на казахском сказать это сова то что взял даву со временем семье начались конфликты у разбег узнал некие подробности того почему бывший муж его нынешней супруги покончил жизнь самоубийством и это вовсе расстроило его брак отношения постепенно ухудшались и он задумался о разводе однако дальше произошло неожиданное супруга обвинила его в сексуальном насилии над ее дочерьми первое якобы случилось осенью 2021 года второе в январе 2022 года но доказательства по мнению адвокатов были слабыми согласно обвинению а пока шив в октябре 2021 года совершил сексуальное насильственные действия над девочками когда они смотрели с ним телевизор а мать находилась неподалеку на кухне но телевизор был куплен спустя два дня после инцидента что впрах опровергает эту версию как могло происходить преступление у телевизора которого еще не было остается только догадываться я сделал адвокатский запрос где он приобрел этот телевизор этот телевизор когда вышел мне ответ сулпак подтвердил о том что они у меня 2 октября это было совершено телевизор был куплен 4 октября то есть сразу события у нас отсутствует когда уголовный процесс уголовный закон гласит именно первую очередь это событие преступления хорошо мы к этому пришли второй эпизод обвинения еще более сомнительно считает адвокат в январе 2022 года по словам обвинителю разбег вновь домогался до девочек но в этот период у разбег находился под надзором мвд и согласно данным мобильных операторов записи на дороге в момент происшествия он был в пути далеко от место предполагаемого преступления эти очевидные факты суд также не принял во внимание сделали запрос каз автожел то есть у нас есть видео фиксации казав тоже ну давайте зафиксируем его автомашину но кроме его автомашины никто не имеет права водить потому что он единственный водитель этой автомашины у него а тойота рунер свой на желтых номерах то есть он передвигается ним теперь мы переха переходя уже запросу казав тоже оказал тоже опять же подтверждает все его пересечения проезды все его показания то есть мы соответственно события 9 января в пух и прах разбиваем то есть две с два события 2 октября 2021 года и 9 января 2022 года отсюда исходит каким образом следствие натянуло ему данное уголовное преступление и к самому задержанию разбега как всегда есть вопросы в августе 2023 года возвращаясь в казахстан у разбег был задержан на вокзале в алматы изначально ему вменяли подозрение в похищении человека но позже уже в темиртау обвинения изменили на сексуальное насилие почему изменения в таких серьезных обвинениях где человеку грозит пожизненный срок меняются как перчатки родные адвокаты у разбега считают что задержание суд были спланированной кампании даже дата задержания день рождения дочери жанель добавили ситуации загадочностью судебное разбирательство по словам адвокатов было откровенно несправедливым алибек секеров уверенно досудебном этапе следствия прошло с серьезными нарушениями включая отсутствие адвоката при ключевых допросов судья отказал в привлечении присяжных заседателей что по мнению алибека секерова нарушала закон хотя дела подобного рода позволяли их участие прокуратура по словам адвоката била защиту в одни ворота что противоречит принципу состязательности сторон я так думаю что органы судебное расследование она была начата двадцать втором году в начале года уголовное дело и двадцать втором году в конце ноября месяца она окончена и передана в суд специализированный международным судом города караганды и караганинской области где участвовал сам судья то есть представлял интерес представлял судебная власть именно сам председатель суда каким-то образом они вернули данное дело то есть он вернул на досудебное расследование и затем прокопа протесту прокурора двадцать третьем году отменили решение первой инстанции направили опять же на досудебную то есть на судебное следствие у меня умысел возникает в том что это было предусмотрено это было запланировано чтобы именно двадцать третьем году рассмотреть его без присяжных заседателя если бы были присяжные суд точно вынес бы оправдательный вердикт уверена дочь у разбега тогда надо строй год мы имели полное право на суд присяжных потому что мы в себе не точно 100 процентов 200 процентов уверены в том что мы этого не делали выходили суд присяжных для того чтобы люди могли видеть реальный процесс как это все происходило семья покашева уверена что его привлекли к суду не случайно женщина с которой он заключил брак начала требовать у него квартиру угрожая проблемами оказалось что супруга у разбега якобы требовала и у его дочери часть имущества вероятно заявив что иначе ее отец сядет за решетку этот факт мог доказать участковый но давать нам комментарии он отказался то есть и в конце она вызывает участкового прощается со мной слов со словами я твоего отца запеку в тюрьму вот увидишь эти обстоятельства дают повод для подозрения что в деле могла быть замешана корысть саму разбег был человеком относительно состоятельными владел участками земли его близкие считают что кто-то увидел шанс завладеть его имуществом по всей видимости в этой корысти замешаны местные спецслужбы я проходила мимо у меня не было цели целенаправленно смотреть кто и звонит что она там делает моя цель была только ее выселить в этот момент я вижу звонок поступила и по ватсап я даже это сфотографировала перед тем как вообще в целом она взяла свой телефон это сфотографировала ей поступает имя и написано подписано было имя человека экстремизм она пытается меня прижать к стенке начинает знаете на меня нападать такими словами какое имеешь ты право в целом трогать мое имущество то есть у нее уже начинается этот психологическая какая-то атака наверное это можно сказать с этого момента она переключается из женщины очень вежливо учтивы она автоматически становится каким-то агрессором страшным агрессором у разбег не скрывал своих религиозных убеждений которые могли стать причиной его преследования на него уже обращали внимание раньше он был в поле зрения людей из отдела экстремизма учитывая имущественные требования его бывшей жены ее вероятную связь со спецами возникает вопрос на него завели уголовное дело по долгу чести или по долгу жажды я не знаю что спецнší люди а такжеider ChoopeUS мы должны DBUS мы должны ли ну что он يمكن каник história irisico стримок registrainen так что и она не сопоставけ что она не будет в конце 90 секунд но при том что она что он попытаться тут я натыкаюсь на серию как бы видео да она на одном из видео она говорит такое хочешь чтобы я ушла типа я уйду от тебя но хочешь чтобы я ушла спокойно без скандала покупаешь недухкомнатную квартиру алибек секеров так комментирует процесс когда покашев пытался ответить на шокирующие обвинения молодая следователь указывала ему закрыть рот говорит судья не принимал доказательства защиты обвинения строилась на показаниях которые как мы ранее сказали были откровенно противоречивыми то следствие обязаны и суд обязан именно все противоречия все что было незаконным путем он трактовать его на пользу подозреваемого зачем надо до 24 статья зачем нам еще этой конституции давайте сейчас всех посадим только покажем пальцем вот такой-то такой-то права мужчины на сегодня не защищены теперь я сравнивать начинают допросы далее она вообще говорит следователь допрашивает и вообще рот закроет моему подзащитным рот закроет человеку пожизненно грозит она его уже такая я стопроцентно это могу сказать что он не виновен ну перейти фальсификации дела со стороны следователя это факт на лицо для меня все стало ясно помимо того что в этом деле заказчик с целью убрать моего отца возможно завладеть каким-то его имуществом или где-то они посчитали что он не якобы перешел дорогу честно вот как бы для меня отчасти вся эта картина складывается еще в пазл все еще в процессе тут я вижу что даже если наша пожи жертва была условно марионетка выполняла там какие-то заказы этого человека она видела свои финансовые цели в этом мой дядя его родной младший брат заходил к начальнику увд на тот момент и заходил чтобы узнать детали именно этого дела он говорит вы же все прекрасно понимаете что человека подставили что он по факту к этому абсолютно не причастен у них состоялся такой диалог между начальником он начальник говорит нет он виновен виновен а в конце прозвучала такая вот фраза что у него же есть вот это вот земля вот это вот хозяин да как же насчет нее то есть он не говорил напрямую но он намекнул на то что почему бы вам да не отдать это нам для того чтобы его освободить в основном его вот этот намек звучал в этом же контексте почему бы вам не уступить нам эту землю родные у разбека надеются на пересмотр дела они обратились к президенту и генеральному прокурору с просьбой о справедливости по их словам они не видят другого способа добиться пересмотра приговора даже такой известный психиатр как косолев отметил в суде что никаких признаков педофилии у разбека не отмечено показания знакомых а покашева также это подтверждают помимо того что я защищаю как бы своего отца который здесь стал жертвы в чьей-то игре я хочу также обратиться еще раз к президенту генеральной прокуратуре я не понимаю как можно было такое допустить то есть я могу делать вывод что в караганде те кто сидят также выводы и те кто сет прокуратуре могут работать так как это им выгодно на пожизненный срок заключить моего отца в самую строгую тюрьму казахстана другое дело когда есть за что для меня это не укладывается в голове почему в целом я обращаюсь к высшестоящим органам я просто хочу до вас застучаться в первую очередь я хочу что вы наконец-то услышали меня потому что чем больше мы молчим тем легче моего отца в этой тюрьме в этом положении оставить я хочу чтобы справедливость восторжествовала чтобы суд именно касационная последняя инстанция прошла честно а не так где выгодно человека посадить а потерпевшую которая открыты форме лжет то есть встать на ее сторону приговор основывается на доказательствах потерпевших то есть потерпевших это две девочки девять и одиннадцать лет представителя законного представителя потерпевшей то мать она находится в астане ладно я понимаю бы например кто-нибудь взял бы телефон в основу ехал в основе и через 15 минут у нее допрос идет через 15 минут находясь в астане и в темирта уже допрос на мичурина 8 уже допрос идет она там число время ставят просто ставит почему мы такой путь должны проделать чтобы доказать невиновность когда их обязывает уголовно-процессуальное законодательство чтобы они доказали его виновность непричастность история у разбега опакашева напоминание о том что даже в современном мире человек неожиданно может оказаться на пожизненном сроке в черном беркуте почему правоохранительные органы и суды проигнорировали столь веские доказательства защиты остаются только догадки родные продолжают бороться за справедливость и верят что правосудие восторжествует остается только вопрос сколько еще мужчин могут стать жертвами системы ввиду мужефобных трендов когда доказательства остаются проигнорированными из-за шаблонных либеральных или традиционалистских взглядов представителей закона кому выгодно увеличение преступности в казахстане чтобы пугать своих соотечественников и выбивать для себя больше финансирования но надежды как оказалось есть правильно косым же марки меря штукаев ведет на сегодняшнюю судебную реформу и 2025 году будет это все типа рассматривать усе в кассационном порядке кассационная инстанция завершить наше расследование хотелось бы цитата великого лингвиста и писателя 19 века владимира дали чиновники ваши и полиция делают что захотят любимчики и опричники несудимы своей воле и беззаконие господствует нахально и открыто таких руках закон дышло куда хочешь туда и повернешь вот почему прямым честным и ответственным людям служить невозможно